Вас приветствую, Алена Ариас. Узнайте, что же принесет вам в воскресенье. Да, если у вас не складываются отношения с мужчинами и другими людьми, срочно регистрируйтесь на мастер-класс по ссылочке в описании. Девочки, ждет вас какая-то поездка, прям с утра. Поездка, которую, кстати, вы ждали. Я, кстати, если вы смотрели предсказания на субботу, то я говорила о том, что вы будете готовиться в субботу к какой-то поездке. Какая-то поездка, у меня такое видение, как на пикник или на какой-то встрече, может быть, к родственникам, к родным и близким, может быть, на отдых. Да, а вот, может быть, поездка куда-то, девочки, где вам нужно будет проявить свое мастерство. Ну, то есть, вас там приглашают в качестве какого-то эксперта или там еще чего-то. Да, то есть, может быть, помочь, проконсультировать, что-то такое. Вот, дальше, ближе к обеду, девочки, вам нужно будет принять какое-то решение по поводу документов. Вот, да, решение тут только за вами. Ну, вполне возможно, что документы не в воскресенье вы будете готовить, но, возможно, вам собрать нужно какие-то документы. Подготовить какие-то документы, да, для того, чтобы их уже куда-то сдать или отправить или еще что-то. Так, ближе к обеду еще. Какое-то развлечение, девочки. Развлечение, какая-то встреча очень приятная, причем встреча с мужчиной. Мужчина такой сильный, властный, деловой. Но встреча очень приятная. Может быть, даже, ну, хотя тут у вас поездка с утра падает, да, это в обед, скорее всего, мужчина как бы присоединится к вашей поездке или встретите мужчину. В поездке, ну, я тут вижу прям любовные отношения. Может быть, конечно, здесь у вас встреча делового характера, да, там, с каким-то нужным человеком, который в будущем может стать вашим спонсором, партнером, там, по бизнесу или в вашем деле. Может быть, конечно, какие-то деловые переговоры, но у этих деловых переговоров все равно будет какой-то любовный подтекст. Или вам мужчина очень нравится, или вы ему очень нравитесь. Вот, как бы есть такой подтекст. Дальше. Да, еще сообщение, может быть, от какого-то мужчины, тоже такого, если даже и делового плана, то с любовным подтекстом. Но я больше вижу все-таки, что здесь касается личных отношений или любовной темы. Так, после обеда встреча с какой-то женщиной. Женщина причем русая-русый оттенок волос, от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами, улыбчивая, гостеприимная. Так, девочки. Деньги. Либо она вам какие-то деньги отдаст, да, либо она вам что-то предложит такое очень выгодное, либо как-то через нее, то есть поможет получить какие-то деньги. Причем не она одна, тут две женщины, вот одна русая, одна черненькая. Черные волосы, темные глаза, вот как-то эти женщины будут способствовать либо получению новой должности, либо, может быть, это ваши клиентки, которые вам деньги переведут. Да, две женщины я вижу. Вот, и вы будете очень рады получению денег, вот, и решите, будете думать, куда их потратить, по большому счету. Так, вечер. Как-то вот, такое ощущение, что будете какие-то итоги подводить финансовые, что-то считать, планировать. Вот, бывшего мужчину я тут вижу, он вызовет у вас волнение, но бывший мужчина тоже очень, возможно, вернет вам какие-то денежки или перечислит какие-то денежки. Вот. Да, переходный период здесь в данном случае, девочки, это говорит о том, что будете, ну, в общем, день по большому счету закончился. Что я тут вижу? В общем-то, пикник, да, много встреч, разговоров. Вот, деньги какие-то, может быть, конечно, что вам кто-то еще и деньги будет перечислять от ваших клиентов. Если вы работаете, то тут, не знаю, ну, от людей деньги, да, то есть это не зарплата, это именно какие-то деньги от людей вам придут, может быть, долги вернут, может быть, за что-то вам заплатят, не знаю, переведут еще что-то. А вот как-то так. Вот такой будет день, очень такой приятный, спокойный. Не могу сказать, хотя тут вижу какую-то, да, такую поездку, вот, но как-то вот не увеселительная, а больше такая расслабляющая поездка. Расслабляющая, спокойная. Вот, и как-то больше я ее вижу все-таки в первой половине дня. Может быть, может быть такое, что она продлится и до второй половины дня. Но в любом случае вечер, скорее всего, вы проведете либо в кругу, ну, вот этих двух женщин, да, может быть, знакомые, родные, близкие, кто-то вот эти женщины вам кем-то приходятся. Вот, либо дома и просто будете общаться с кем-то, там, не знаю, в социальных сетях, в мессенджере, в телефоне. Вот, как-то так. Карта совета на воскресенье. О, где бабочка? Трансформация. Радикальные изменения, которые с вами сейчас происходят, принесут великие благословения. Тут идет, по большому счету, трансформация именно. То есть какие-то переменные все-таки, то есть события, которые будут в воскресенье, тянут за собой в будущем какие-то прямо кардинальные перемены. А я вас всех благодарю. Регистрируйтесь на мастер-класс. Желаю вам всем счастья, радости, удачи и удовольствия. С вами была Алена Ариас. До новых встреч, новых видео. Пока-пока.